Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о своем приобретении, о своем хобби. Это набор для рисования по номерам. Картины я заказывала себе последний раз две штуки. Оформляла доставку через ДЭК. Хочу сказать, они мне пришли на следующий день. Первая картина это вот такие вот красивые журавли. Сейчас я вам расскажу, что там находится внутри. Девчонки, я ее уже открыла, распаковала. Внутри значит холст натянутый на деревянный подрамник. Уже с готовым рисунком. Посмотрите, какие здесь мелкие детали. Это просто кошмар. Как я ее буду рисовать, я ума не приложу. Это настолько тяжело, настолько трудно, но по крайней мере для меня. Также в картину входят краски, набор красок. Краски идут по номерам тоже. Соответственно, любая краска под номером соответствует номеру на картине. Также в наборе присутствуют три кисточки. Кисточки разного размера и крепления для картины. И еще контрольный лист. Контрольный лист я не выбрасываю, пока я не закончу картину, потому что мало ли что там где-то заехала на другой номерок. И потом не знаешь, думаешь, гадаешь, какой же это был номер. Всегда можно посмотреть и исправить косячок. Следующая картина, которую я заказала, я ее уже начала рисовать. Это вот такие волки. В набор картины входит то же самое. Холст натянутый на подрамник, три кисти, набор красок. И еще, девчонки, если кто-то первый раз заказывает картину, с обратной стороны коробки есть инструкция, как правильно рисовать картину. Также вы можете почитать, как растушевать, сделать растушевку. Здесь три вида, если вдруг вы захотите сделать на своей картине какой-то плавный переход. Вот так вот, собственно, выглядит картина полуготовности, так сказать. Я обязательно сниму видео, когда закончу работу и покажу вам, как получилось. А сейчас я вам хочу показать несколько своих уже готовых работ. Давайте посмотрим. Посмотрите, пожалуйста, это первая моя картина, которую я нарисовала в своей жизни. С учетом того, что я рисовать вообще абсолютно не умею, получилась такая замечательная, на мой взгляд, картина. Я очень довольна этой картиной, очень довольна своим результатом. Несмотря на множество косяков, которые в ней присутствуют, все равно она мне очень нравится. Это тут тоже присутствовало очень много мелких деталей, и когда я ее раскрашивала, у меня посещали такие мысли, что я когда-нибудь ее закончу или нет. Вот такая вот картина у меня получилась. Сейчас она у меня висит, красуется на кухне. Следующая моя раскраска, это вот такие красивые бабочки. Выполнена картина в таких приятных, нежных тонах. Эту картину мне подарил мой сын на Новый год. Она мне очень нравится. И на этой картине сейчас я хочу немножечко заострить ваше внимание. Я ее раскрашивала, раскрашивала. И что вы думаете? Бац! И мне не хватает двух красок. Вот эти краски, которые прилагались к этой картине. Первая краска, которой мне не хватило, это краска под номером 15. Я пыталась сделать оттенок, мешать там что-то добавлять, но, конечно же, у меня не получилось нужного оттенка. Ну, все равно я, конечно же, раскрашивала тем, что получилось. Отличия, конечно, есть. Они видны. Вторая краска, это краска под номером 5. Я тоже пыталась ее как-то сделать, смешать, но этот оттенок у меня тоже отличается, тоже не получился. Но зато мне положили вот такие вот краски под номером 1 и под номером 2. Их просто продублировали. Решили, что вдруг мне их не хватит. Посмотрите, вот тут видно, что краска под номером 1 и под номером 2, их еще достаточно много. По полбанки тут точно есть. Смотрите, давайте посмотрим. Вот они, эти краски. Их достаточно много. Они здесь есть. И вот это вторые краски, которые мне положили. Вот они, они целые, полные. В общем, вот два вида не хватило. И два вида красок мне с лихвой. Так что имейте в виду, бывают такие нюансы. Неприятные, но случаются. Следующая картина, это вот такие вот львы. Картина называется «Львиная верность». Почему запомнила название, не знаю. Наверное, потому что она мне очень нравилась. Вот такая симпатичная тоже картинка у меня получилась. Эта картина уже такая не особо сложная, но для меня была. Рисовала я ее с удовольствием. Получилась вот такая вот красота. И последняя на сегодня моя картина, это вот такой вот маяк с домиком на берегу моря. Это одна из самых несложных работ. Так что, если кто-то первый раз хочет заказать себе картину, заказывайте картину, чтобы она была не очень сложная, чтобы поменьше было мелких деталей. Здесь мелких деталей было не так уж совсем, чтобы много. Поэтому рисовалась она очень легко, с удовольствием. И эту картину я рисовала в подарок. На этом мое видео подошло к концу. Хочу сказать, что все картины я заказывала в интернет-магазине. Стоимость картин колеблется от 420 до 500 рублей. Если вам понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх. Спасибо всем, кто досмотрел мое видео до конца. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!